Таганский районный суд Москвы в пятницу постановил заблокировать в России мессенджер Телеграм по требованию Роскомнадзора. Согласно решению суда, доступ к мессенджеру должен быть ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых кондикаций принять меры по ограничению доступа на территории Российской Федерации к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений, пользователей сети интернета, функционирование которых обеспечивается Телеграм-мессенджер, liability, partnership, до исполнения указанным организатором распространения информации в сети интернет обязанности по представлению Федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Маленький зал Таганского суда не смог вместить всех желающих услышать решение судьи, и пресс-служба пустила только камеры Первого канала, России-24 и НТВ. После возмущенных реплик со стороны журналистов зарубежных изданий, к этому списку также добавили канал Russia Today, призвав оставшихся операторов делиться видеосъемками друг с другом. Решение суда было передано в Роскомнадзор в течение часа после судебного заседания. В надзорном органе настаивали на незамедлительном закрытии доступа к Телеграм, так как он якобы может содержать сведения, которыми пользуются террористические организации. У защиты есть месяц на обжаловании этого решения. Накануне создатель мессенджера Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании. При этом защита просила отложить слушание, но это ходатайство было отклонено. Вот как прокомментировал решение Таганского суда журналист Александр Плющев, активный пользователь Телеграм. Вообще нет ни одного резона блокировать Телеграм. Вот ни одного. Ну, кроме того, может быть, показать там, кто в доме хозяин на самом деле, и что со всеми остальными будет так же. Или попробовать на одном из трудных, надо сказать, примеров, каким образом блокировать такие популярные сервисы. Телеграм первый популярный ресурс. Он сейчас, насколько я помню, по трафику второй или третий из мессенджеров, там, разные данные после WhatsApp. После него можно будет приготовиться и всем остальным, типа Facebook или Twitter. Иск в ЕСПЧ никак не связан с этим процессом, но мы считаем, что хотя бы какая-то инстанция судебная должна внятно сказать, есть ли у нас конституционное право на тайну переписки. Вот, в России отказались рассматривать этот вопрос по существу дважды. Технически блокировка мессенджера займет некоторое время. Пока Телеграм еще работает, его пользователи спешат обменяться друг с другом различными методами обхода этой блокировки. Никита Татарский, Алина Пинчук, Радио Свобода, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова